всем привет снова с вами game dragon и продолжаем играть в royal root tycoon так что у нас задача стоит следующая заработать собственного состояния либо 5 либо 20 миллионов зависимости от того сколько где-то нисколько такую мы хотим иметь медальку золотую или или не золотую из денвера мы возим железо вот она удачно ездит видите поезда у нас достаточно загружены вот тут кое-кто уже смотрю по накупил наших индустрий кое-что купили мы сами здесь вырылок ратив но еще никто не купил может быть давайте купим и мы доход 115 тысяч за прошлый год что есть очень хорошо для индустрии что мы еще возим мы возим отсюда давайте это тоже выкупим вот у нас доход по 8000 конечно у нас не стоит задача создать состояние на индустрии и получить доход от индустрии там будет миссия еще такая но тем не менее это достаточно хорошая подспорье если вы возите грузы туда-сюда самое главное вы вывозите грузы поставляете грузы в зависимости от того в зависимости от того какая у вас индустрия если у вас допустим сталь видите эти пур потому что мы не успеваем вывозить отсюда все поэтому не горят что они бедные так в топике мы отдали загрузились и поехали назад на топику в топике у нас очень печально тут кэтал и 3 этих что у нас ну давайте ноябрь дождемся отчета годового и посмотрим как у нас состояние экономики чем будем делать с акциями в топике грузим в принципе особо грузите нечего три пассажира так economy статус просперите значит развитие нет смысла сейчас наверно покупать акции увеличили нам зарплату на три тысячи revenue company составила более полутора миллионов за прошлый год видите мы начали расти после такого общего падения мы начали расти и мое состояние почти 2 миллиона то есть принципе есть еще чуть-чуть напряжемся бронзовая медаль у нас кармане но так здесь у нас текстильная промышленность которая принимает и катон и шерсть и катон и шерсть шерсть у нас здесь 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 нефть оклахома сити ничего такого я просто смотрю куда ухты и лентит у него сколько вот вот катон фарм но она реально далековато стоп это это что у нас там приехала а это барлингтон тут все понятно тут все чисто все красиво и чисто давайте посмотрим что мы можем куда куда мы можем канзас сити он лот лот так здесь все хорошо что мы можем предложить нашей индустрии ничего особо мы не предложим надо бы доски повозить доски у нас вот здесь да давайте оценим где у нас не ландр а локс локс у нас вот здесь вот здесь вот здесь здесь переработка здесь две локс вот сюда возить есть смысл здесь у нас локс переработки ближе нигде нету и дальше все в горах поэтому есть наверное смысл проложить ветку вот так сюда до вот сюда а потом заводить на сент-луис на сент-луис так хорошо так а ну-ка дайте мне паузу так продолжаем нл репорт еще один год прошел забор делик от на 2 так пол чего у нас тут получается компании упали в профите 2 миллиона и давайте заглянем кто у нас тут теперь управляющий вы не туда полез вот сюда управляющие компании вархат чипа гудвил хай нам не надо покупать никакие территории поэтому гудвил нас не интересует электрикал трекбилдинг не про нас короче не наши ребята я вот думаю значит сюда начать строить ветку первая вторая почему деревья достаточно ты зараза деревья достаточно такой важный ресурс полторушка будет ладно здесь тогда поставим маленькую станцию сейчас мы достанем да да маленькая вот а сюда придется поставить среднюю ну ладно что делать зато у нас трасса будет очень ровно дальше если смысл ехать через тулсу или сразу на вечту сейчас посмотрим 20 здесь вообще все в горы уходит 0 3 мимо ферм мимо ферм мимо ферм и вот да вот так на вечту и сюда значит здесь поставим небольшую дерево перерабатывающую станцию здесь у нас ничего в принципе нет ту мазерном можно возить куда можно возить сюда в принципе получать продовольствие и шкурки шкурки меха либо возить сразу на дэнвер на дэнвер на дэнвер сейчас подумаем сейчас подумаем так хорошо дэнвер здесь малый выход будет здесь вот можно сюда отдавать три сюда три но так не получится он не умеет продавать часть короче тогда пока так оставляем посмотрим как наша экономика пойдет мне надо вот сюда и вот сюда развязку дальше на тулсу сделаем расход по-другому давайте пусть пока наберутся немножко локсы 3 и 3 хотя бы чтобы было на 3 и 3 вот отлично консолидейшн дальше мы везем 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 забиваем до упора забиваем до упора здесь оставляем ламбар и больше ничего не делаем или нет мы забираем ламбар полностью и повезем его сейчас я знаю куда мы его повезем на канзас-сити из канзас-сити здесь делаем соединение так вот так и здесь вот что тут стоит господи добить вот этот кусочек у нас будет замкнутый маршрут и эффективность поезда будет максимально высокой здесь загрузил загрузил выгрузил переложил выгрузил поехал здесь у нас есть все необходимое здесь у нас будет вода и песок и в вич те тоже сделаем водичку песок и больше ничего не надо будет и тогда будет хорошо вот отличненько новый маршрутик забабахали так в топике нет грузов о три тракшей значит он очень небольшой не скоростной в акселерации очень надежный но он в горах ездит очень классно до медленно но он может тянуть почти шесть вагонов без изменения скорости до уклона почти два градуса а 4 градуса там вообще не значительно между двенадцатью и восьми километрами в час миль в час точнее то есть принципе очень очень хороший один из лучших паровозов по перевозки крупных объемов груза в горной местности в горной или любой которая с большими изменениями по рельефу это самое главное так ну хорошо что у нас там двадцать одна тысяча два миллиона компания в профите миллион девятьсот почти два миллиона о экономика cooling это отлично с точки зрения покупки акций вот кстати наши локсы едут что у нас тут не накопились еще новые можно будет запустить два поезда когда здесь накопится но я чувствую шумка сюда едет здесь будет очень даже нормально вот здесь перер делка перегрузка идет вот лодинг вот они загрузились мечта можно здесь даже построить телеграфную станцию потому что что-то она очень долго грузится вот едем дальше сколько получится получится 200 до чуть меньше это хорошо экономика нормальная компания миллион а чё это было же миллион девятьсот а миллион девятьсот и был наличных средств от доходов было вот винта посмотрел это кэш был вот профит был но ничего сейчас догоним профит в любом случае мы первые так в топику приехали кто просит амаха предлагает 300 тысяч за то что мы их за коннектим амаха видите совсем рядышком где она тут амаха и вот амаха 300 тысяч за то что ее сталилитейный завод будет подключен к нашему нету 300 тысяч просто так вот заработать 300 тысяч я думаю почему бы и нет да мы сейчас так посмотрим чтобы был здесь мостик возможность построить но вот так и по прямой а здесь вот водичка значит вот так и на на всякий случай вот сюда сделаем красиво что было и построим им за 100 тысяч будку вот амаха дала нам 300 тысяч бонуса ездить мы сюда пока не планируем но иногда для того чтобы увеличить доход не доходность а получить вот эти денежки иногда удобно так вот здесь стоит две фермы зерновых бесхозных а у нас здесь стоит кэтл который хочет чтобы ему поставляли зерно и тогда он увеличит свою продуктивность на 50 процентов что есть очень хорошо так что-то у нас упали а нет не упали все эффективность норма какая маленькая эффективность а чё так в топике уже товара не надо давить и фуд не нужен год только один нужен соответственно нам будут платить только за один год а футс и все остальное едет так себе ну и пассажиры едут понятное дело так канзас сити мы первый раз выложили дрова продали на станции это очень хорошо потому что вот как я уже верил четыре основных на товара которые у ара насколько которые требуют того чтобы развивался город так что-то с этим аэро нам надо делать это мы привозим складываем и толку никакого этаж потерянный доход что по станциям по станциям у нас три да отлично значит все сейчас заберет и опять поедет на круг железо уголь надо много угля мелкого намного так уголь у нас есть здесь есть здесь и здесь можно конечно свозить уголь в канзас сити отдельной веткой мы можем попробовать конечно через через вот эту ветку вот даже с одной станции мы сможем свозить или да да отлично здесь ставим воду и sending да у нас будет пробег до холостой на на 50 процентов но что делать так что о рецессии рецессия это интересно несмотря на рецессию нас миллион шестьсот а значит мы идем сейчас акции будем смотреть кто чего у нас реально стоит реально у нас стоит 2161 раз до два три 4 5 6 вот как-то так и у меня уже тотал лям 2 ляма себя чуть-чуть купим эти 23 66 этих до 10000 доведем и посмотрим что получилось по 20 процентов техас и сан-франциско south pacific 15 почти и себя 21 окей на этом и остановимся сейчас где наш 3 трак вот может его он стоит на обслуживание 17000 по сравнению а он даже дороже получается мы интонанс у этого 8 а у этого 17 вот так что лучше консолидейшн хорошо и отсюда мы уголь везем в канзас сити и складываем салон лидом он сторон демон датан за station да вот все правильно здесь складываем этот кол так же как мы складываем железо и мы можем это железо из канзас сити например возить оба так агенты моей компании сделали контракт и так 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 здесь мы на выленту кансом битнеси дженков и компетеншем без чиф так нас и нет не хочу никаких проблов за 50000 то есть какой-то шанс и мы можем возить в амаху вот отсюда из канзас сити возить в амаху железо и уголь превращать его в сталь и дальше возить обратно его в канзас сити на переработку гудс это будет очень хороший такой торговый маршрут я считаю давайте сразу создадим нет они бы пока не приедет первый угольный состав никого никуда мы возить не будем о чем она правильно он у нас даже не доходный быть мы просто складываем то есть вот стоимость прохода всего этого состава и обслуживание должна покрываться skycraper первый skycraper построен в чикаго первый небоскреб все это должно перекрываться доходом от сталелитейной промышленности то есть привести это сюда продать и потом куда-то увезти куда можем увезти вот мы можем увезти например в денвер можем уйти денвер для того чтобы создать максимально длинный пролет и получиться то максимально большие деньги потому что здесь платится за километраж между городами то есть нам не обязательно везти обратно в канзас а из денвера мы что-то зацепим и повезем в канзас возьмем опять уголь тогда не успеет при да наверно так и будет давайте посмотрим что тут происходит а куда а это не тот вот он этот на штук опрется угольный состав что у нас здесь здесь в диагнозе полный полный отличный тогда давайте создавать здесь консолидейшн который будет ездить у нас из канзас-сити в амаху и в денвер из канзас-сити он будет забирать три аэро на три угля в амахе он будет забирать чисто железо мы можем даже вот так сделать вот нет ну будет полный так здесь до конца и на денвер полную загрузку с денвера ты повезешь в маха чисто гудс все идеальный маршрут ставим ее сразу товарным и waiting for cargo да вот он ждет этого поезда там у нас кто-то еще по моему waiting for cargo да на канзас который ну ничего вот еще железо приехала на дедача загрузится вот и погнал тут же так он лес приехал белые вагончики такие а канзас не сильно растет о смотрите получилась 12 аэро на кола 34 гудса food 1 короче здесь такой нормальный промышленный хаб получился так и чего у нас там 814 минус у меня давайте еще немножко купим дешевеньких компаний и когда сейчас пойдет вот видите стоки у меня уже 3 миллиона и это пока регрессия рецессия точнее прошу прощения так этот пустой этот пустой это логично этот на амаху чешет тогда в амахе надо построить sending water и телеграфные столбы чтобы быстрее перегружалась а дальше он пойдет сюда здесь у нас все есть да да liquid storage liquid storage liquid storage помогает нам сэкономить получить на станции большее количество вагончиков дольше их сохранять для нефти и для химикатов но в данном случае настолько нефть есть на карте доступна пока мы ею не не располагаем плане товара нашего так а чего у нас здесь стоит канзас сити долго канзас сити что ты ждешь на денвер давай ты будешь забирать один food good и ехать так на всякий случай что дальше все еще рецессия нам увеличили зарплату вот 2200 отлично так канзас сити выйти канзас сити выйти ну да пассажиров и и товаров у нас маловато так где наш вот он приехал сюда выгрузил нам и загрузил сталь смотрите сталь почти миллион будет что у нас здесь call 3 то есть можно запустить еще один такой же маршрут я выбираю закрываю теперь когда создаю новый паровоз у меня мамы flight план хотел сказать мой маршрут будет забить здесь уже автоматически поэтому просто нажимаю ok он создает второй такой же ай второй такой то ё-моё ну второй такой же маршрут все значит сто восемьдесят семь тысяч на доставке железо ну короче руды и угля у вас смотрите уже кто-то купил видите гашин кэш опередили нас кто еще чего купил здесь здесь пока ничего потому что здесь пур здесь медиокр медиокр это так средненько здесь пока гуд но посмотрим сколько мы будем туда возить возим и нормально на самом деле можно будет купить ее давайте купим и посмотрим что получается на сегодня уже на сегодня 0 а здесь здесь 136 тысяч хорошо возим так за иконами бэкон трек все началось опять начался рост и я мне не хватило прошлый раз денег я пробью сюда двухколейку потому что уже становится достаточно плотно здесь и я двухколейку сюда везде прокину так вон он бегает ведь с железом побежал за углем так этот поехал уже с деревом нефть кому нужна нефть давайте посмотрим дэнвер дэнвер тебе нужен ойл нужен канзас сити ойл нужен не нужен интересно почему есть домов больше канзас сити у нас вообще все размеры городов считаются по количеству домов но видите 2700 и пойду продолжаем расти значит по количеству домов у нас домов здесь видите мало покрытия давайте попробуем построить здесь большую станцию я вообще смогу построить отлично я смог построить большую станцию она покрыла и молочную ферму и теперь она тоже требует ойл потому что она стала городом не от станции зависит размер города от количества домов получается 48 ибо и 12 это вот размеры городов раз два три 4 5 6 7 8 вот 8 домиков мы покрываем значит уже наш канзас сити требует чистый кол видите я увеличил то есть он требует уголь для обогрева поэтому он вот этот кол сюда может перестать складывать а может просто продавать вот тут надо быть с аккуратными а по что случилось то у меня тут выбило извините так бум 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 paper хочет paper бумагу грейн понятно а грейн зачем ему а грейн потому что у тебя есть до рефлан короче вот может быть и зря я сделал таким образом потому что о он сейчас начнет продавать они сторить и и то есть не будут самом деле так здесь хорошо все окей вкладываемся мы сколько здесь 700000 здесь 700000 нормально сталь видите может ездить долго не портится от не пассажиры которые каждый день говорят что мы будем платить меньше потому что мол долго едем сталь может ездить долго если на нее посмотреть а вот мы можем увидеть что у нее макс days to deliver до вторая строчка в описании под ценой 1300 дней то есть 1300 дней это скажем тот трезок временной при котором сталь вот вагон стали будет сохранять свою значимость да здесь 1600 для руды вот например для скота это всего 800 дней для пассажиров 500 дней для почты это вообще по-моему шизилова полная 3 300 дней всего в зависимости от разных товаров у вас есть разные сроки воспринимательных срок годности до порчи на соответственно чем быстрее вы возите например вагоны которые имеют меньший срок годности тем больше вы за них получите почему можно поставить товарными потому что вот эти все вагончики вот три как минимум до ними более высокий приоритет по причине того что у них меньшее время вот этого вот деманда то есть они быстрее испортятся так что у нас здесь дальше статус нормал новые ребята так что там что у нас с новыми ребятами call revenue и track building cheaper train safety 10 company overhead hire passenger revenue hire но у нас больше товарные вагоны поэтому нам нет и не интересно так загружается в денвере если есть чем загружаться до загрузился и мы ждем пока прибудет наш вот этот поезд экономика у нас синусоидами развивается по сути запомните это так денвер вот у нас теперь есть полностью чем загрузиться мы сейчас загрузимся товарами и цена этих товаров будет зависеть того насколько большой спрос 800 7 ну нормально насколько большой спрос есть в канзас сити в топике тоже есть по моему спрос на гудс нет гудс мы сюда возим спроса здесь почти нету так некоторые поезда у нас начинают простаивать надо их либо выводить более длительные маршруты здесь 48 тысяч всего видите а здесь 144 потому что мало возим так это мы не даже не знаем сколько что у нас здесь минус 23 витя iron or то есть ее с таким подходом лучше продать минус 23 call mine 42 вот вот это нормально ведь у нас за счет того что очень много стали приезжает железной руды приезжать на станцию мы практически не вывозим железно-рудной станции ничего здесь медиокр пока здесь медиокр нет смысл пока покупать пока это не гуд или гушен кэш душин кэш душин кэш видите в эрилю крытьев уже и кто-то купил видите мы постоянно перерабатываем здесь товары сталь привозим и и кто-то купил вот мы можем прекратить например сделать хитрость да мы можем прекратить сюда поставлять сталь и перенести весь транспортный поток стали ну условно в дэнвер например да купить здесь нашу стали перерабатывающую фабрику вот тут уже кто-то даже эту купил это так наши акции раздорово блин и это хорошо вот давайте мы эту купим сами перенести сюда товарный поток и вот это вот компания загнется сама собой она будет приносить убыток тому кто владеет он ее продаст мы можем и обратно купить и тем самым вернуть себе эту фирму этот завод и опять же перенести товаропоток сюда то есть вот глубина таких выдрагонов до скажем очень меня и поражает вот в этой игре то есть что можно такие вот интересные штуки вот 138 за прошлый год то есть мы нормально сюда доставили товаров и все у нас хорошо вот едут наши товары из стали и вот ведь второй загруженный товарный вагон состав точнее ойл 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 слушайте ну ойл надо собирать давайте будем собирать а что делать одноколейкой так вот сейчас мы пройдемся пускать так будет пройдемся здесь с этой стороны зараза ну хорошо пускай будет а нет я не смогу там станции построить стоять а нет смогу есть еще нельзя оставить станции у которых перехлестываются зоны влияния и заведу это с этой стороны мы будем в денвер возить хотя пофиг будем в обе стороны возить что мне надо мне конечно здесь понадобится либо очень большая станция смотрите которая может покрыть всего лишь две к сожалению части и вот можем так сделать вот большую станцию пост покроем и покроем 2 ойл платформы одну катал ранч и этот гул хаттеры значит вархаус позволит нам сохранить вул ликвид сторож позволит нам сохранить этот самый ойл наш видите ойл а сколько у нас получается дальше маленькую станцию ставим сюда здесь ставим тоже ойл 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 ликвид сторож и формируем новый новый состав который будет ехать сюда сюда и например на денвер и у нас будет раз два три четыре ойл или не на денвер к может на канзас-сити возить там хоть есть фабрика по производству да наверно мы сделаем вот так из поэбло мы будем возить 4 и 2 на канзас-сити обратно надо возить гудс какие-то гудс вывозить на денвер у нас из вот этого образуются два гудса давайте возьмем три на всякий случай молочко у нас есть и каких-нибудь пассажиров на денвер с денвера пойдем сюда пустыми это будет первый маршрут а второй маршрут у нас будет следующий с малого полустанка на денвер 4 ойла ждем весь просто на денвер возим и все из денвера ничего не возим все значит этот ждет себе товара этот уже потихоньку едет ну смотрите boom time ahead и того у нас стоки 6 миллионов то есть на серебро мы себе вы на бронзу мы уже заработали давайте еще раз почитаем что у нас по брифингу для она надо 10 миллионов до 1900 года у нас с вами есть 11 лет на то чтобы добить еще 10 лямов собственной прибыли так этот поехал с четырьмя вагонами это тоже едет этот час уйдет назад этот пойдет вперед и доходность у нас ну в принципе смотрите по 300 тысяч где-то oil чистый это нормально это хорошо вот здравствуйте так смотрите new type of building построена возле топики вы привозите milk получаете food скоро закончится тем что у нас то и моё скоро закончится тем что у нас города перестанут принимать обычное молоко чистое и захотят иметь food в чистом виде вот смотрите сейчас они milk принимают а потом они перестанут принимать milk ну пока мы единственный milk сказали будем возить в этот самый в денвер но также мы можем посмотреть первые наши между канзас и топика вот из канзаса мы можем взять теперь вместо food один milk чтобы забивать всегда denver denver which так все у нас только один пояс на топик уходит по моему вот этот да вот он и сейчас мы его загрузим молочком давайте его сразу купим до минус 25 но мы сейчас начнем активно возить и я это знаю что мы начнем активно возить и также мы начнем ну пока мы не будем покупать текстильную промышленность я знаю что мы будем так новый паровоз пурвари пур нафиг нужен вот смотрите сколько он повез в денвер красота 943 тысячи везет этот в канзасе застрял потому что есть более приоритетные поезда ну ничего 500 тысяч а этот уже назад в амаху поехал даже класс 8 миллионов у нас с вами денег единственное знаете что вот эти восемь миллионов в этой игре это не растраченные возможности то есть это все могло быть бы так кого-то ограбили блин да один вагон а ну пофиг у нас более интересные есть вещи так смотрите в денвере приехал выгрузил ойл а этот поломался не доехав до топики так смотрите топика везет цистерны молока слушайте давайте мы этот поезд поменяем а то он такой старый уже что появилось в топике в топике появилась не понял он лодинг вот интересное кино стоп а что топик не достает дам до этого самого до молочной фермы ну этого завода так large station все нас мы привезли сюда бесполезно одно молоко но сейчас мы привезем сюда полезное молоко так давайте поменяем им во первых поезда то что они ходят со старыми старыми веллерами а нам это не интересно на канзас сити тоже поменяем на консолидейшн вот мне больше всего нравится аэрон дюк есть тот такой желтым как он как шмель такой весь желто полосатый что у нас booming booming это хорошо это значит что у меня шесть с половиной миллиона вот мое личное состояние видите как растет с восемьдесят второго года по девяносто второй и вот еще раз покажу вам смотрите в бум видите выросли цены акции это были по 13 по 15 в принципе вот они сейчас выросли у меня кэш налички видите минус поэтому я могу располагать только кредитными средствами поэтому я сейчас как покупать ничего не буду у нас точно до 90 года еще будет скачок вниз вверх я надеюсь вверх успеет так ну где 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 а все назад поехал да нет стоп во вот он тут еще едет моя шерсть шерсти нефть еще едут в канзас еще только едут но чувство у нас останется еще на третью серию вот выгрузили нас канзасе и мы смотрим что мы можем загрузиться здесь канзасе молочком можем взять можем взять двух пассажирков два гуца и два мэйла до 1 мэйл вот наверное так и поедем сколько это 1600 будет лям нифига себе ничего себе ну хорошо и короче загрузил поезда нормально они чухают это пур этот год ну да бог с ним врагам будет так здесь 7000 здесь у нас вырила крутиф покупаем вот мы купили и 32 доход нефть у нас пока без переработки просто доставляется если посмотреть внимательно вот у нас здесь нефти видите сколько собралось если бы не было хранилищ вот видите она упала только что если бы не было хранилищ она бы не поднялось больше 6 то есть или сколько тут с каждой по 3 да вот больше 6 не поднялось а так она поднимается к этому еще у нас есть который тоже надо возить это же в принципе мы можем возить о а вот oil refinery появилась так вот теперь она производит дизель и где это шевер порт шевер порт это где-то здесь да вот шевер порт вот сюда можно возить нефть теперь и она будет производить дизель проблема в том что дизель пока некуда сбывать дизель будет потребляться 9 электростанциями и городами он не потребляется напрямую насколько я помню вот ну предлагаю на этом пока остановиться вот мы настроили с вами еще немножко больше железнодорожных путей расширили нашу систему транспортного сообщения грузового и продолжим следующий раз заработали с вами видите 11 миллионов и и и и и и личного состояния уже 8 миллионов у нас но опять же все зависит от цен на акции чем больше цены акции тем больше состояние моё виртуальная всем пока сам был game dragon пишите комментарии если что будем продолжать если понравилось пока пока